доброе утро после того как вы освоили столб фуан жуан надавливающий столб можно переходить к третьему базовому шили пинтой шили направление вперед-назад и так исходное положение пинбу стопы параллельно ширина плеч примерно выровняли тело спину макушку направили вверх сначала выходим в столб фуан джоан пальцы направлены вперед локти расправлены в стороны и немного тянутся вниз вместе с плечами локти как бы тянут собой плечи сосредоточили свое внимание на положение тела в пространстве и на ощущениях внутри тела можно связать себя вот этими пружинками растягивающими от макушки до стоп от запястья между запястьями вот эта пружинка которую мы посмотрели ощущение пружинки между коленями и попробовали вот эти упругие силы в столбе назад вперед наружу внутрь вверх вниз то есть коротко повторили основные требования столбу фуан жуан и нащупали мод зир усилия целостные по разным направлением и после этого хорошо удобно очень комфортно выходить на 3 базовые шили пинту и шили мы начинаем медленно медленно переносить весь тело на переночи стопы одновременно выталкивая руки вперед и нужно так синхронизировать чтобы в конце перенос стоп совпал с выпрямлением рук почти полностью чуть-чуть остается локоть открытый после этого наоборот тянем руки к себе за счет смещения веса тел назад важно остановиться от положения столба это примерно 90 градусов или вот шар который мешает ближе таком положении вперед назад тут можно рассмотреть образ как будто что-то пружинки какие-то зацеплены за каждый палец это тот образ который был в столбе тяну к себе а потом сдавливаю вперед либо что что-то вязка вытягиваешь из чего-то вязковые тянутся еще вот такие ниточки с пальцами и втыкая после того как вы нащупали вот эту главную силу в направлении перед назад добавляем наружу внутрь также как в столбе когда назад небольшое раскрытие а вперед небольшое закрытие назад наружу вперед внутрь тонкая тонкая усилия и третья пара сил вверх-вниз когда вперед немножко надавливаю вниз также как в столбе а когда назад немножко вертой усилия вперед немножко вниз назад немножко вверх и вот у нас сочетание вперед вниз внутрь назад вверх наружу без напряжения плечи должны быть расслаблены вот как выглядит пинтой шеле со стороны вперед и назад вперед внутрь назад наружу и вперед немножко вниз как бы надавливая притапливая доску и назад немножко всплываем но при этом плечи не должны подниматься какая здесь есть сложность это касается всех шеле и более наглядно я сейчас покажу на примере пинтой шеле часто тело приходит раньше очень короткое движение а руки еще идут и в обратном направлении тело пришло руки еще идут и таким образом мы не используем целостную силу всего тела важно очень экономно расходовое движение тела чтобы в конце у меня еще было была возможность подключить усилия всего тела и здесь тяну 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 и в самом конце могу еще добавить это же касается и направление наружу внутрь то есть я раскрываю бедра и стараюсь растянуть но оставляю чтоб еще мне сила в конце было и вверх-вниз аналогично локти продолжают тянуть вниз не задирайте таким образом у нас есть три базовых шеле бушу шеле где подчеркивается направлении вверх-вниз взаимодействие с водой кайха шеле где основное внимание сознание направлено на направлении внутрь наружу открытие закрытие но в то же время есть чуть-чуть вверх чуть-чуть вниз и есть период назад направление и пинтуешь или которое мы рассмотрели в этом уроке здесь основное направление вперед назад но есть направление вперед внутрь назад а наружу и вперед немножко вниз назад немножко вверх выполнять лучше медленно спокойно и не привязываете эти движения к дыханию ощущение вязкости как будто в воздух это вода и вы взаимодействуете всем телом с этими движениями хорошего дня